Продолжим морфологический разбор Суры Аль-Наср Помощь. Мы разбирали второй айт. И разобрал глагол ра, дошли до местомения ата в ра айту. Это у нас калимату мабнитное слово с неизменяемым окончанием. Значит не имеет никакого отношения к науке сарф. Это слово мы уже разбирали в предыдущих уроках. Глагол настоящее будущее времени по модели яфулюна. Значит форма Аль-Мудара в настоящее будущее времени образована от формы Аль-Мады, формы прошедшего времени посредством добавления в начале харфа Аль-Мудара, приставки в виде харфа Я, являющейся одной из этих четырех букв, заключенной в слове анаита или атаин, т.е. хамзата и анун. Ядхулюна. Харф Я в начале глагола Аль-Мудара указывает всегда на третье лицо. Я указан на третье лицо. Аль-Гайб на множественное число мужского рода. Значит суммируя Я и Вау вместе мы получаем Множественное число мужского рода третьего лица. Доходя от которого образован Аль-Мудара Ядхулю. Глагол настоящее будущее времени Ядхулю это у нас Трёх буквы на глагол первообразной формы. Здоровый правильный глагол. Дальше. Фи Дин Иллахи. Фи – это харф Джар. Это харф – предлог. А значит как слово «могнистный изменяемому окончанием» пропускаем его. Дин Иллахи. Про каждое из этих двух имен мы уже говорили в суре Аль-Фата и других местах. Поэтому перейдем к следующему слову. Афуаджа. Афуаджа – это джам'у на возне аф'аль. Множественное число по модели аф'аль. Джам'у Фауджин. Множественное число слова Фауджин. Фауджин – Афуаджин. Исмун сулла асин мазидин фи и харфан. Афуаджин – это у нас Исмун сулла асин мазидин фи и харфан. Трёх буквы в основе имя с добавлением двух букв. Хамза в начале и Алифа между Айном и Ламом. Между второй и третьей коренной буквами. Дальше. Фасаббих бихамд Раббике вастал фирху иннаху кана таваба. Вослав же холой своего Господа. Поистине он является принимающим покаяния. Фасаббих. Альфа – это харф. А значит не будет рассматриваться нога сарф. Саббих – это фиул амрин. Глагол повеления приказа по модели фа'иль. От глагола саббах юсаббиху. Юсаббиху – то саббиху. При образовании формы повеления приказа мы сначала удаляем харф мудара. Т.е. имеющуюся в начале приставку выраженную харфом та. Затем усекаем на конце огласовку дому. Подобно тому, как она усекается в глаголе настоящего будущего времени. Тусабиху. Когда к нему в начале добавляется частица усечения лям. Например, лям тусабих. Значит, от тусабиху – саббиху сначала, а затем уже саббих. Затем мы смотрим после удаления приставки харфа та. У нас имеется огласованная буква или суккунированная буква. Если огласованная буква, то форма приказа по велению сирот лямр уже готова. Дальше уже не нужно производить других действий. Как мы видим здесь в нашем примере саббиху, где после удаления буквы та, харфу та, у нас образно говоря открывается огласованная буква сина. Вследствие чего нам не придется добавлять соединительную хамзу. Саббиху, от которой образована форма приказа саббиху, 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 саббиху. Это фиалюн, 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 мазейдун, фиихи, харфун. Трехбукванный глагол с добавлением одной буквы. С удвоением второй корневой буквы, буквы сина. Саббаха. По модели фааля. Из-за однородности этих двух букв между ними произошло их слияние в одну удвоенную букву. Саббаха. Саббаха. Здоровый. Правильный глагол. Несмотря на две буквы ба. Так как это не мудаф. Одна из двух букв ба является добавленной, а не коренной. Саббаха. Фиалюн, мутаадин. Переходный глагол. Как например в аяте. Уминал лейли фасаббиху. Аллаху а'лам. Саббаха. 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 Саббаха.